Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодняшний выпуск, как вы могли подумать из-за названия, не про самуру, не про выбор ножа, не про заточку ножа. На самом деле, сегодняшний выпуск про то, как подойти к выбору кухонного ножа, чтобы не разочароваться. И я постараюсь поделиться своими представлениями о важных этапах на пути приобретения. Итак, поехали! Ко мне регулярно обращаются с вопросами. «Скажите, а самура, ну или трамантина, или таджира хороший нож?» И вторая, наиболее часто встречающаяся формулировка, «Скажите, какой нож в пределах тысячи, не знаю, трех, пяти тысяч рублей купить?» Так вот, если человек именно так формулирует вопрос, то на самом деле в 99 случаях из 100 это означает, что человек не представляет, какой именно, какой конкретно ему нож нужен. Поясню. Этот вопрос аналогичен вопросу в духе «Скажите, а Мерседес хорошая машина?» Или «Скажите, какую машину мне купить в пределах 10 тысяч долларов, 20 или 30?» Ну, неважно, как вы понимаете. У человека, который понимает, что ему нужно, вопросы звучат более конкретно. Он спрашивает, какой вездеход, не знаю, джип, или какой грузовик, или какую легковушку ему купить. И он всегда оговаривает, где он собирается эксплуатировать. В городе, в тайге, на острове каком-то. Ведь заметьте, даже если сравнить два условного УАЗика, я про Мерседес Геленваген и УАЗ Патриот, то вполне можно подобрать такие условия, при которых выбор именно УАЗ Патриота окажется предпочтительным. Даже если не смотреть на разность цены, мягко говоря. Ну, например, если эксплуатация предполагается в какой-нибудь глухой таежной деревне. Там запчасти для Мерседеса, а он тоже все-таки иногда ломается. Будешь ждать по полгода, то и больше. То есть, все это время будешь без машины. Поэтому выбор ножа начинается с определения условий эксплуатации. И вот тут я вплотную подхожу к вопросу заточки. В 99 случаях из 100 человек, который задает мне такие вопросы, как, правило, до этого пользовался ножами подобного типа. Это нож, изготовленный из прокатанной полосы металла. Очень низкого качества, нержавейка. При взгляде на него сразу видно, что толщина металла вот здесь, у обуха, вот в этой точке, вот так. И вот здесь, у начала спусков, одинаково. То есть, просто ленту прокатали, все, она одинакова абсолютно по толщине. Металл здесь ерундовый, мягкий. И чтобы этот нож более-менее нормально резал, затачивают его на очень таком крупнозернистом бруске. Ножи такого типа очень плохо держат заточку, но зато точить их легко и быстро. Стоят они недорого. Так вот, человек, который всю жизнь пользовался ножами подобного типа, а потом приобретает нож из другой ценовой категории, по привычке чаще всего продолжает пользоваться своим новым приобретением, так же, как привык пользоваться вот этой железякой. И неизбежно при этом разочаровывается, потому что новый нож сделан из более твердой стали, а значит, более хрупкой. Если своим старым ножом человек совершенно не парясь, рубил там птичьи кости, рыбьи кости, то новый нож. После таких действий можно получить выкрашившуюся кромку. И заточить его будет и дольше, и сложнее. И даже если такой товарищ обращался с ножом аккуратно, но потом решил подточить этот нож на своем старом крупнозернистом камне, то он практически неизбежно убьет режущую кромку и опять-таки будет разочарован. Ну, применительно к машинам. Допустим, свой старенький УАЗик человек мыл водой из ближайшего озера, оттирая его такой грязноватенькой ветошью, и вроде было все нормально. А когда он решит повторить ту же самую процедуру со своим новеньким геленвагеном, то тут же получит царапины на лакокрасочном покрытии. Так вот, чтобы не разочароваться с новым приобретением, нужно быть заранее готовым, что новый нож, более дорогой, чем прежний, требует другого отношения, другой эксплуатации и, возможно, других затрат. На форум мотоциклистов, например, ежегодно приходят юноши с горящими глазами и задают один и тот же вопрос. Вот у меня есть 200 тысяч рублей, что мне в пределах этой суммы купить? И каждый раз им отвечают. На мотоцикл из этой суммы отложите 100-120 тысяч, а остальные деньги потратьте на защиту, потратьте на шлем, потратьте на перчатки. Применительно к ножам та же самая история. Готовясь приобретать новый нож из более дорогой ценовой категории, будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется, если у вас еще нет в комплекте, приобрести очень дорогой водный камень. 20 раз перед покупкой подумайте, а нужно ли вам вообще это? Смотрите, я в разное время накупил кучу таких камней. Каждый из них, каждый стоил от 50 до 100 долларов. Этот мне прислал Самура, он двусторонний. Для того, чтобы ваш новый нож был острым и всегда радовал вас, вам как минимум нужен один вот такой вот камень. С зерном в тысячу и в 3000 единиц. Чтобы не убить режущую кромку и не материться затем на якобы плохого производителя, хотя по-честному-то надо материться на самого себя, не рубите ножом ни птичьих, ни рыбьих костей. Вот такой способ разрезания костей – это тоже рубка. Не надо так делать. Для рубки есть топорики, например, вот такого типа. Перейду к заточке. Водный камень перед началом эксплуатации требует замачивания в прохладной воде на 10-15 минут. Берем нож и начинаем такие движения, следя, чтобы угол заточки передвижения не менялся. Угол наклона я контролирую вот этой вот боковиной подушки большого пальца, постоянно слегка касаясь камня. Для облегчения контроля угла заточки можно там же, где вы приобретаете камень, приобрести ограничитель вот такого типа. Он вот так вот одевается. А затем делаем все то же самое, слегка касаясь вот этой боковинкой камня. Делаем так 10-15 движений. Не прижимаем сильно, просто под своим весом, слегка контролируя, чтобы вот так вот лезвие не болталось. Переместили этот упор сюда. Делаем опять 10-15 движений. Переместили еще до полного контроля. Здесь сделали. Безусловно, из-за того, что ширина лезвия меняется, при перемещении этого упора сюда, здесь угол тоже меняется. Поэтому лучше, конечно, делать без этой железки. Контролировать наклон только руками. Сделали движение. Переворачиваем. Внимание! Чтобы нож был острый, кромка его не должна быть скруглена. Поэтому, когда вы переворачиваете нож, не делайте это через режущую кромку. Не делайте так. Вы неизбежно при этом перевороте немного, но завалите ее. Потому что будете на ней фактически сгибать. Даже в конце движения. Поэтому только через обух. Только через обух. Запомните это. Заточка дело нудное, медитативное. Очень быстро ваши руки начнут выполнять эту самую процедуру без участия вашей головы. Поэтому очень важно сразу правильно поставить движение рук. По мере заточки на камне образовывается снятый стертый абразив. Поэтому, если камень слишком загрязнился, промываем его. По мере заточки не только камень, но и часть металла тоже снашивается, стачивается. И кромка загибается, образуя эдакий заусенец. Проверяйте его. Его легко почувствовать. Он царапает подушку пальца при вот таком движении. Я не заточных дел мастер, не собираюсь никого учить. Я показываю, как это делаю я. Так вот, во время заточки я не ориентируюсь на заусенец. Он очень быстро появляется. Я контролирую ширину режущей кромки. К сожалению, плохо видно в камере. Но во время заточки я добиваюсь, чтобы ширина режущей кромки... Вот она. Если ширина здесь, здесь, здесь отличается, то это значит, что угол наклона во всех этих точках разный. Поэтому контролируем угол наклона, в том числе результат заточки, по ширине этой полосы, по ширине режущей кромки. Сначала выполняю заточку на тысячники, затем на трехтысячники. Очень редко, если мне требуется, допустим, тонко-тонко нарезать красную рыбу, я продолжаю это делать на пятитысячники, на восьмитысячники, иногда даже на десятитысячники, но бывает это крайне редко. Раз в год, может быть, от силы. Водные камни практически обязательны при заточке ножей из стали типа ВГ-10, АУС-8. При заточке ножей из стали хромолебден ванадий, ну, как, допустим, мой Феликс Золингем. Можно слегка-слегка подправить на дешевой киевской точилке. Но резать бумагу после этого нож, конечно, не будет. Подводя итог, готовясь приобрести более дорогой нож, чем тот, что был у вас раньше, взвесьте все от и до. Возможно, вам придется выложить такую же сумму денег за камень, сколько вы потратите на нож. И будьте готовы к тому, что, возможно, вам придется поменять привычки использования ваших ножей. Тогда, быть может, покупка вас не разочарует. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok